Приветствуем вас на новом выпуске Совета недели, который продолжает серию лайфстайл-эпизодов, посвященных темам, которые не связаны с автобизнесом напрямую, но не менее важны для тех, кто в нем работает. Итак, добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про интересную тему, как работать с недовольными клиентами. Что вообще происходит, когда человек сам недоволен? Но, скорее всего, мы будем говорить про человека, у которого не удовлетворена какая-то потребность. Он что хочет? Наверное, он вряд ли хочет нас как-то обидеть, оскорбить или что-то еще. Он хочет, чтобы его проблема была решена. Но только проблемы бывают разного уровня. Мы можем говорить про то, что есть проблема, так скажем, физическая. Ну, например, что если человек недоволен, что какая-то техника не совсем хорошо работает, это внешняя проблема. И тогда нам достаточно просто с ней обойтись, предложив разные варианты этого решения. Но бывают проблемы внутренние у самого клиента, когда он хочет, например, получить чувство авторитетности. Он хочет самоутвердиться за счет другого человека. Он хочет просто свою энергию, вот такую агрессивную, куда-то деть. И мы, собственно, можем быть предметом этого сливания. Что делать в этом случае? Первое, что нам нужно сделать, это понять, как мы относимся вообще к недовольству. Именно от нашей внутренней позиции будет зависеть, как мы будем воспринимать недовольного клиента. Если у нас что-то внутри не в порядке, мы сами раздражены, мы воспринимаем человека, ну, как самого такого авторитетного, грозного, то мы его критику, его недовольство будем принимать на свой счет. Этого делать не нужно. Что важно сделать? Это проработать себя. Внутри сказать, что это всего лишь недовольство другого человека. К нам это вообще не имеет отношения. И поэтому, если мы так будем рассуждать, то никакие оскорбления, всякого рода негативные слова в нас попадать не будут. Мы начнем решать данную ситуацию чисто технически. Теперь как разрешать с точки зрения алгоритма, если мы внутри уже более-менее успокоились? Ну, давайте подумаем, а что действительно хочет человек, находясь в каком-либо негативе? Он хочет понимания прежде всего. Поэтому первый шаг, очень важный и значимый, это использовать техники слушания. Техники слушания бывают пассивные, когда мы просто поддакиваем, бывают активные, когда мы переформулируем в словах и пытаемся понять, что сказал другой человек. И техники эмпатические. Это понимание чувств нашего собеседника. И на первом этапе, если человек много и упорно говорит, именно техники слушания нам в помощь. А если человек все высказался, да, много проговорил, что делать дальше? Вторым шагом нам важно высказать некое сочувствие, понимание позиции другого человека. И здесь очень важно правильно сформулировать наши фразы, потому что может произойти так, что выражая какое-то свое мнение, мы можем еще усугубить ситуацию. Например, да, мы можем вступить в конфронтацию и сказать, ну что вы тут мне еще будете рассказывать, я с первого раза понимаю. И вот тогда конфликт не минуем. И вот здесь очень важно понять, как нужно донести правильную информацию до другого человека. Мы говорим за себя, напринимаем человека с его эмоциями, с состояниями. Можно применить такую конструкцию. Я понимаю, что когда вы, ну не знаю, там приобрели данный товар, что вы надеялись на это, что ваши там ожидания не оправдались, и что вы расстроились, разозлились, да, ну или какие-либо другие эмоции испытали. И что ваша потребность, например, иметь рядом с собой качественный товар. Самое главное нужно запомнить. Мы не говорим, что наш товар некачественный. Мы говорим про то, что мы понимаем то, как чувствует другой человек. Это называется техника согласия с мнением, с эмоциональной оценкой. Но ни в коем случае мы не говорим про то, что это действительно наша какая-то ошибка и глобальный вариант, который мы должны исправлять. Это называется техника один шаг назад, два вперед. Как только наш собеседник поймет, что мы не становимся в конфронтацию, он расслабляется, и дальше мы можем его уже немножко анализировать, да, то есть его переводить в свое русло. Наше внутреннее успокоение, наше понимание эмоций и чувств другого человека выравнивают ситуацию, и дальше мы берем человека и показываем ему, как можно решить то, что он предлагает. Конечно, можно вспомнить ситуацию, что если человек постоянно находится в негативе, то это будет бесконечная история. И, возможно, вы просто будете хорошим слушателем для него. Самое главное – не принимать на собственный счет. Все остальные, как правило, 99% людей – это люди, которые не удовлетворены. И если они выскажутся и найдут в вас понимание и желание помочь, они через некоторое время растают. С вами была Помазина Ольга, психолог, бизнес-тренер учебного центра «Селфи». Смотрите на канале еще больше лайфстайл-выпусков «Советы недели». Психолог Ольга Помазина рассказывает, как находить баланс между работой и личной жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok